Компания Mediaset и продюсеры Ламберто Бава и Андреа Пьяцези представляют фильм «Пираты». Компания «Пираты» Автор сценария Фабрицио Беттелли Художник Давиде Бассан Рия Субтитры делал DimaTorzok Оператор Джан Лоренцо Баталья Композитор Паоло Буанвино Режиссер Ламберто Баба Четвертая серия Субтитры делал DimaTorzok Нет, нет! Не стреляйте! Нет! Нет, нет! Тише! Вот так! Нет! Успокойся, прошу тебя! Я здесь! Я с тобой! Я с тобой! Тише! 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 Ваша милость, наконец-то я имею счастье вас лицезреть. Говорят, вы приехали уже два дня назад. Примчался, как только прослышал о Триумфе Дюбуа. И вам положили, что с ним от напряжения сделался удар. Мозг его якобы полон ядовитых паров. Словом, он не в себе. Угощайтесь. Да, мне сказали. Что это за питье? Куэ. По слухам, в Италии его пьют одни распутники. Лекари пока не пришли к единому мнению, благотворно ли он влияет на организм, или же разрушает мозг. Однако вкус у него воистину изумительный. Ближе к делу, господин губернатор. Не для того же вы меня пригласили, чтобы напоить этой бурдой. Нет, нет. Что вы? А для чего? Вот для чего. Солдаты нашли это на теле у одного из пленных пиратов. А где он его взял? Неизвестно. Выменил у индейцев на оружие. А где, в каком еще дворце вы видели такое украшение возле входной двери? Нигде не видел. А последняя, сокровищница Майя, была разграблена в конце прошлого века, и других в целом в свете не осталось. Не скажите. Я, знаете, что думаю, что наш труд еще не завершен. Мы нанесли поражение пиратам, но моего повелителя не меньше заботит исход войны с туземцами. Истина так, но... В случае нашей победы что отойдет королю Франции? Королю? Не знаю. А вот поход к индейцам был бы весьма плодотворен для всех его участников. И не надо с этим затягивать, ибо каждый из нас жаждет поскорее пожать плоды трудов своих. Надо послать отряд на разведку, после чего сразу выступим. Чарующее зрелище, не так ли? О, да. В таком обрамлении площадь стала намного красивее. Поистине богатый урожай. Да. Но самый ароматный плод как раз отсутствует. Злой рок? Да при чем тот злой рок? Что мне до него? Альбрици. Вот кто мне нужен. Таскаете меня по всему свету. А голова моего врага все еще у него на плечах. Я пугаюсь, когда ты так говоришь. Неужели ты можешь думать только о смерти? А о чем еще мне думать, скажите на милость. Ливия. Довольно. Ливия давно умерла. Ливии больше нет. И вы бы сделали благое дело, если бы дали ей умереть в ту ночь. Тогда бы я и сам умер. Что у тебя на уме? Когда-то твоя душа была для меня открытой книгой. Ныне меня посещает лишь одна приятная мысль о смерти. О смерти Ипполита Альбрици. На этот счет можешь быть спокойным. Я все устроил так, что он умрет очень скоро. Ипполита Альбрици. Прилив крови к мозгу должен схлынуть естественным путем. Вполне с вами согласен. Застой в крови приводит к омертвению всего организма. Спасибо. С другой стороны, оперировать при таком воспалении... Откройте рот. Ну? Он должен съесть все. Это ему полезно. Еще одну ложечку. Альбрици. 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 Эйду! Свою лезть любви! Ешь! Субтитры сделал DimaTorzok 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 мира. По ее ступеням спускаются к первому из девяти кругов ада. Мы внутри и в то же время еще снаружи. Взгляни, перевернутая пирамида, она как душа. Кто ходит в нее, не зная дороги, непременно заплутает. Каждую ночь сюда вливается река и поит землю до самого рассвета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Глазам не верю. Золото! Столько золота, верно, никто еще не видел. Горы золота! И ты такой же, как все. Блеск золота ослепляет тебя, мешает разглядеть. Что разглядеть? Пойми, золото здесь не имеет никакой цены. Ты заметил, что из него делают самые непритязательные предметы? А что еще? Что? Я вижу какие-то рулоны ткани. Их, наверное, здесь миллионы. Ложи на место. Я не понял, для чего они? Каждое семейство, начиная с истоков бытия, ежегодно приносит дары повелителю. Крестьяне и чиновники, торговцы и солдаты, распутницы и жрецы, все подданные должны были выткать полотно. И дары их собирались и хранились в верховных кладовых. Вот здесь. Миллионы людей, тысячелетиями. Здесь летопись всего нашего народа. Битвы, урожаи, чертеж пирамиды. Другой пирамиды, что так и не была построена. Встреча двух влюбленных. Перечень погибших. От страшного землетрясения. Молитвы богам. Рецепты блюд. Имена сыновей повелителя и сыновей пеликея, простого сапожника. Цены на маис. Провицание. Череда солнечных затмений за последние 20 тысяч лет. Порядок династий. Эти полотна поведают тебе всю нашу историю. Зачем ты мне все это говоришь? За тем, что здесь хранится и твоя история. Помнишь? Дважды умрешь. И дважды возродишься к жизни. Так было записано. И все записанное хранится здесь, внутри пирамиды. Нашему народу грозит гибель. А ты – то орудие, которое не даст всему свершиться. Значит, кораблекрушение – малинки. Все это было предопределено. И не только это. Но и голландец. Ливия. И Полито. Вся моя жизнь. Мы лишь орудия в руках ткачей. Ты должен помнить об этом. Но на этом полотне выткана моя судьба? Да, конечно. Достаточно его развернуть. Но ты крепко подумай, прежде чем разворачивать. Если вы все знаете, от чего не попытаться избежать гибели? Почему? От того, что пророчество уже записано, судьба народа предопределена. Но я вижу, как падет инкомьенда, а вместе с ней уйдет в небытие король Испании. И еще я вижу перемены столь великие, что, как ни пытаюсь, ум не может их постичь и объяснить. Вперед, вперед! Вперед, вперед! Люди, алчные до золота, изгонят нас и отсюда. Их жажду крови невозможно утолить. Редактор субтитров А.Семкин Скорее! Хватайте их! Хватайте, хватайте! Сюда! А ну, стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вперёд, вперёд! Нагружай в шлюпки! Везите добро на корабль! Нет! Вы двое бегите за ним! Скорее, скорее, торопитесь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На корабль быстрее! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Астра, вступай, порежь лук. А ты чего слоняешься? Неси вниз! Туда, туда! Чтобы через две секунды перелили в супницу. Ну, пошевеливайся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты куда лезешь, болван? Это особенный суп для мседи Буа. Не смей больше к нему притрагиваться! Постойте, сударь. Одну минуту. Нет, не отсюда нельзя. Пропустите меня. Разойдитесь. Что вам угодно. Я понимаю, что выбрал неудачное время для визита. Но я пришел поздравить мседи Буа и преподнеси ему дары от короля Испании. Это ему мы обязаны очищением островов от разбойников. Особенные почести принесет ему смерть злого рока. Я слышал, что здоровье мседи Буа крайне расстроено. Да, он угасает. А что говорят из кулапы? Они сами ничего не понимают. Про желчь толкуют, про меланхолию. А ему день от дня все хуже. Он хоть что-нибудь ест? Насильно заставляю. Очень хорошо. Правильно. Больному надо усиленно питаться. Я глубоко верю, что ваши нежные заботы его спасут. Благодарю вас. Но к чему эти хлопоты? У вас лицо покойника, сударь. Примите мои соболезнования. Мой лекарь в полном вашем распоряжении. Благодарю. Дадим ему покой. Конечно. Пусть покоится с миром. Все идет как по маслу, не правда ли? С виду он очень плох. Еще два приема пищи вызовут судороги. Повар меня обнадежил. Но чего тебе не хватает? Один Альбридзе на дне морском, другой на краю гроба. А у тебя на лице все та же недовольная мина. Я была бы рада изменить свое лицо. Поверьте. Скоро мы выступим в поход. Как только передовой отряд вернется из разведки. Я сыплю тебя золотом. Желанная месть скоро свершится. Чего тебе еще? Я хочу убить его своими руками. Других желаний у меня нет. Только это. Ну успокойся. Встряхни с себя это жуткое наваждение. Простите великодушно, Ваша милость. Губернатор требует вас немедленно. Слышала, что я тебе говорил? Простите великодушно, Ваша милость. Какое чудо. Пошли, пошли. Быстро. Добро пожаловать, Маркиз. Как видите, наемные войска возвратились. Кто-нибудь заговорил? Пока нет, но мы еще не успели в полной мере проявить наше гостеприимство. Здесь у нас есть все, чтобы развязать языки самым молчаливым гостям. Дай Бог, чтобы все вышло по-вашему. Вот увидите, как только у них кости затрещат, они станут высказываться, перебивая друг друга. С виду они крепкие и выносливые. Знаете, как мы называем это подземелье? Часовник. Ибо здесь к небу рвутся самые прочувствованные молитвы. Здесь люди ближе к Богу, чем где бы то ни было. Они действительно близко к Богу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вручаюсь, он заставит их заговорить. Губернатор убежден, что я поделюсь с ним сокровищами. Осел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не желаете скоротать вечерок, сударь? Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, красавчик, поднеси стаканчик. Я этого не вынесу. Сколько раз я видел его на смертном адре, но таким никогда. Как это грустно умирать от руки врага, с которым ты не в силах сразиться. Несправедливо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ей Богу, несправедливо. Сиди тут, я сейчас вернусь. Вон, лопни мои глаза. Это был злой Рок. Могу поклясться. Он вмиг убил двоих наших. Они и ахнуть не успели. Да брось. С твоего злого Рока давно акулы сожрали. А кто же это был, по-твоему? Может, дух его? Другого, кто так бы владел шпагой, на свете нет. Ты чего? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Простите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИПОЛИТО? Злой Рок? Ваш ход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, так нельзя. Тогда вашему горолюшах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже мой, до чего же я неловкая. Ведь говорила, я лучше на столе играть. Завтра вам станет лучше и поиграем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как долго вы плавали со злым Роком? Три года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не иначе вы такой же лгун, как и все прочие. Но, возможно, одна из ваших небылиц тронет его сердце и чуть-чуть поднимет дух. Злой Рок был ему братом. Поэтому твердить ему неустанно, что злой Рок все время вспоминал о нем и говорил, как тяжко ему без брата. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И подробностей побольше. Дловещей убедительности. Я ему такое расскажу про злого Рока, чего никто не расскажет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, рассказать тебе про злого Рока? Какого дьявола вы тут шляетесь? Быстро по домам! Я бы пропустил еще стаканчик. Я тебя пропущу! Приди, любовь моя, приди ко мне. С тобою скачем на моем коне. Заткнись, дубина, всех перебудешь. Дай мне напиться. В дым я упьюсь, когда жениться не побоюсь. Ладно, все, молчу-молчу. Пока. Тихо. Все, пока. Только пикни, и тебе конец. Иду, иду. Быстрее, свинья, отворяй ворота. Постойте, не спешите сюда. Мне надо видеть мадам Изабеллу. Нет у меня времени. Нет, говорю, времени с тобой перепираться. Ради бога. Что, расшумелись? Злой Рок жив. Он дрался с испанскими солдатами. Один уцелевший его опознал. Вы каждый день приносите небылицы про него. Сколько уж мы их выслушали. Да нет же, погодите. Даже странно, что вы решились разбудить меня из-за такой глупости. Но он видел его своими глазами. Да тут все бы охвалятся, что дрались со злым Роком и ранили его. А этот, наоборот, говорит, что чудом спасся. Я должна его будить, чтобы рассказать об этом? Ипполита хочет умреть спокойно, как вы не поймете. Мы должны ему рассказать. Ну, как знаете. Субтитры создавал DimaTorzok Он уже два дня сидит неподвижно. Что это значит? Он ждет прибытия больших черных кораблей. Он уверен, что они придут? Все уверены. Третья эра. Это я уже слышал. Судно готово? Да. Отплываем нынче ночью. Завтра с Божьей помощью я войду в пирамиду. И к вечеру все будет кончено. Если не поднимется встречный ветер, через два дня мы вернемся. А трюм у вас вместительный? Один из наших дикарей пытался рассказать, сколько золота в той пирамиде. Но, увы, так и умер, не окончив рассказ. Трюм пуст и балласт совсем невелик. Отменно, Маркиз. Теперь дело за вами. Ваши услуги тоже не будут забыты. Три мешка пшеничной муки, бочка черного пороха, три связки бананов. Господин офицер. Да, сеньор. Квалер Ауригема не объявился? Никак нет, Ваша милость. Мы все улицы, все таверны обошли. Нигде его нет. Погрузка окончена, Маркиз. Вся команда на борту. Можно отчаливать? Нет, подождите. Погрузка окончена, Маркиз. Погрузка окончена, Маркиз. Вы не спите, Анбрици? Кто вы? Как сюда попали? Неси смолистая полена. И поживи. Да, сеньор. Я и думать не смел. Где Альбрици? В покое. Где же ему быть? Я только что оттуда. Его там нет. Ты болван. Ты должен был позаботиться о том, чтобы его не вывезли из дворца. Что он ел на ужин? Когда я относил ему суп, он двинуться не мог. Неужели? Что... Что вы... Нет. Раз не можешь выполнить, что тебе велено, придется тебе обучить тонкостям твоего ремесла. Отведай. Ну, снимай пробу, давай, не бойся. Что, не нравится? Зато сытым на тот свет пойдешь. Хватит. Что вы тут забыли? Не хотите ли мясного бульона? Нет. Надо же. Впервые встретил дьявола воплоти. Лучше было бы вам и нынче с ним не встречаться. Шкейпер говорит, что прилив кончится через пять минут. Подождем еще немного. Ничего не понимаю. Мы условились на восемь часов. Что же нам делать? Ладно. Отдать швартовые. Отдать швартовые. Убрать трап. В команде по местам стоять. Шевелись. Времени в обрез. Слушаю. Ну что, ничего не видно, не слышно? А пройдоха так и не вернулся. Как это понимать? Может, он уже на борту, да никак не спустится. Там полно солдат. В трюм не проберешься. Да, наверняка ждет подходящего момента. Или раскопал что-нибудь, да? Да ладно, догонит. Где Альбрици? Кто вы? И за что хотите его убить? Это длинная история. Он вам расскажет ее в аду. Видели такой клинок, сударь? На параде прекрасен, в поединке смертелен. Хм... Поехали. Где? Где я? Пришел в себя. Вы среди друзей. Только не спите. Вам нельзя спать. Ферранте. Ферранте жив? Да жив, жив. Но он не должен видеть вас таким беспомощным. Я... Я... Я ему нужен. Для этого вам и нужно встать на ноги. Давайте попробуем ходить. Мне лучше. Я сам. Отпусти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА